Считается, что современные вьетнамцы – потомки племени Вьетов, проживавших в дельте Красной реки около трёх тысяч лет назад. Соседство с могущественным Китаем уже тогда не предрекало спокойного будущего. Плодородные земли Вьетов вызывали интерес и у индийского племени Чам. Но в соседстве с двумя мощными цивилизациями были свои плюсы. Во Вьетнам проникали их идеи, культура, религия и технические достижения. Однако при этом страну опустошали постоянные войны, и о независимости можно было не мечтать. Большую часть своей истории Вьетнам оставался в сфере влияния Китая. А когда казалось, что с этим влиянием покончено, страна попала в зависимость от Франции. Во второй половине 20 века Вьетнам вновь стал пешкой в игре великих держав. После войны с Францией страна разделилась на две части, конфликт между которыми продолжался. Распад коммунистического блока дал Вьетнаму новые перспективы. Несмотря на неумелое управление, изолированная от внешнего мира страна с отсталым хозяйством буквально возродилась из пепла. Сегодня это совершенно новый Вьетнам. Перемены, произошедшие с ним и его темпы развития, просто поражают. В Ханое, столице Вьетнама, проживает уже 3,5 миллиона человек. Дома здесь стоят вплотную друг к другу и имеют узкую вытянутую форму, то есть из каждого жилища есть выход на улицу, а это весьма важно для торговли. Дой мой — обновление. Это понятие звучит в политических диспутах и обычных беседах так же часто, как некогда российские «перестройка» и «гласность». Хотя власть по-прежнему сосредоточена в руках коммунистической партии, граждане получили право заниматься частным бизнесом, и от этого выиграла экономика всей страны. Старый французский квартал — место, где в торговых центрах, офисах иностранных концернов и отелях работают десятки тысяч жителей Ханое. Прежде в квартале размещалась администрация французских колоний, расположенных на полуострове Индокитай, в число которых помимо Вьетнама входили Лаос и Камбоджа. В свое время улица Транг-Тьен была вьетнамскими Елисейскими полями. Внушительные здания, как, например, построенные в 1901 году здания оперы, напоминают о периоде французского господства. А рядом, как грибы после дождя, вырастают современные офисные центры. Согласно легенде, в 15 веке, во время одного из антикитайских восстаний, извод этого озера появился посланник богов в виде золотой черепахи. Он должен был вручить вьетнамскому предводителю волшебный меч, который помог бы одолеть ненавистных захватчиков. После решающей битвы чудесное оружие было возвращено черепахе, и она навсегда скрылась в пучине вод. Правитель приказал построить башню черепахи над южной частью озера, и эта башня стала символом Ханоя. С тех пор озеро носит название Хоан-Кием, или «Озеро, хранящее меч». В центре района, где располагается правительство, находится мавзолей Хо Ши Мина, основателя государства Вьетнам. 2 сентября 1945 года на месте будущего мавзолея было объявлено о создании Демократической Республики Вьетнам. Сам Хо Ши Мин, решив избежать культа, пожелал, чтобы его после смерти кремировали. Однако последователи не исполнили последней воли вождя и положили его забальзамированное тело в стеклянный гроб. За мавзолеем находится музей, где можно узнать, как жил и работал дядюшка Хо, так называли вождя революции и его соратники. Хо Ши Мин – это имя означает «тот, кто несет свет». Он родился в 1890 году в семье вельможа – мандарина. Но он оставил двор, а потом и семью, вдохновленный идеей образования бедных крестьян. В возрасте 21 года Хо отправился в Европу, где получил солидное образование и стал членом французской коммунистической партии. В 1930 году Хо Ши Мин вернулся в Азию и основал Вьетнамскую коммунистическую партию. Дворец французского губернатора, казалось, был идеальной резиденцией для первого премьер-министра и президента молодого государства. Но Хо Ши Мин, привыкший к спартанским условиям, выбрал более скромное жилье. Восьмилетняя война за независимость государств Индокитая от французского господства завершилась разделом Вьетнама на два государства. Независимость лишь северной страны не устраивала Хо Ши Мина, воссоединение стало его целью. Дядюшка Хо не дождался исполнения своей мечты, он умер в 1969 году. Война с США закончилась шестью годами позже. На улицах современного Ханое многолюдно. Езда по улицам города может стать для европейца испытанием. Кажется, здесь не действуют правила дорожного движения. Единственные сохранившиеся с прежних времен городские ворота ведут к живописнейшему старому району среди городов Юго-Восточной Азии. В 11-м столетии здесь стали селиться купцы, рыбаки и ремесленники, поставлявшие императорскому двору всё необходимое. 36 улочек этого района были поделены императорским декретом между представителями упомянутых профессий. Разделение сохраняется и по сей день. Например, только в этих кварталах отливают и украшают оловянную посуду. По названию улицы легко можно догадаться, кто на ней обитал. Здесь есть шляпная, рыбная, бамбуковая, овощная улицы, на которых с утра до ночи идёт торговля. Разумеется, сегодня ассортимент товаров несравненно богаче, чем несколько столетий назад. Можно найти и нелегальные продукты, например, пиратские диски или змеиную водку. Ширина большинства домов Едва достигает 2-3 метров, но зато их глубина доходит до 60. Весьма важен фасад дома. Теперь на волне Дой-Мой возле него можно торговать. Сколотить состояние таким бизнесом пока невозможно, но первые признаки достатка уже заметны. На смену ветхим велосипедам стремительно приходят мопеды. Устремившись в будущее, вьетнамцы не забывают и о прошлом. В этом музее собрано трофейное американское оружие, есть и обломки бомбардировщиков. Почти вся история Вьетнама – это история войн. Вот типичная семейная хроника. Отец и дед сражались в Камбоджийской войне против красных кхмеров Полпота и освобождали родину от американцев. До этого дед участвовал в войне с французами. Сегодняшнее поколение 20- и 30-летних является, пожалуй, первым в истории страны, не испытавшим тягот военного времени. Борьба за независимость – естественное состояние для вьетнамцев с того самого момента, так как они ощутили себя нацией. Одним из первых триумфов Вьетнама была битва 1288 года, когда вьеты остановили флот великого хана Хубилая и заставили его отступить. Восстание против французского колониализма, так называемая Индокитайская война, продолжалось с 1946 по 1954 год. В этот период погибло 800 тысяч вьетнамцев. Примерно с 1950 года Вьетнам являлся чем-то вроде поля битвы для великих держав, которые не могли вступить в открытую конфронтацию. Китай и Советский Союз горой стояли за Хо Ши Мина, поддерживая Демократическую Республику Вьетнам. Соединенные Штаты, опасаясь коммунистической экспансии, оказывали финансовую, политическую и военную поддержку Франции, а затем и Южному Вьетнаму. Французское господство в Юго-Восточной Азии завершилось победной для Вьетнама битвой под Дзьен-Бьен-Фу. Перед сражением вьетнамцы произносили присягу «Готов погибнуть за родину». Восемь тысяч из них остались на поле боя навеки. В конфуцианстве нет места борьбе, однако именно эта религиозно-философская система на протяжении двух тысяч лет определяет общественную жизнь Вьетнама. В честь Конфуции в 1070 году был построен храм литературы. Это место расположения конфуцианской школы, которая считается и первым вьетнамским университетом. Заповеди конфуцианства изложены в четырех книгах. Именно столько частей насчитывает академия. Изначально в ней обучались лишь сыновья мандаринов, императорских чиновников. Каждые три года они должны были сдавать экзамены по литературе, этике, политике, а также на умение редактировать служебные документы. На панцирях этих черепах размещаются каменные доски с именами кандидатов, которые успешно сдали экзамены и были допущены к несению почетных обязанностей мандарина. О жестких критериях отбора свидетельствует статистика. В 1773 году из более чем трех тысяч кандидатов успешно прошли экзамен лишь восемь человек. Чем больше ученик успевал сдать экзаменов, тем больше он имел шансов получить при дворе должность песца или учителя. В четвертой, самой важной части академии, располагается церемониальный двор с алтарем, посвященным Конфуцию. Бронзовые журавли должны были передавать учителю имена лучших из лучших. Статуя великого китайского философа установлена и в так называемом «Зале Большой Удачи». Конфуцианский идеал мирного и гармоничного общества сохранился в сознании вьетнамцев, несмотря на господство коммунистической доктрины. Верность традициям и нескольким простым правилам поведения оказалась куда более надежной опорой в жизни, чем идеи марксизма. Улицы Ханоя, увы, далеки от конфуцианского порядка. Кажется, здесь царит хаос. Однако образ гармонии присутствует в семейных отношениях вьетнамцев и в отношениях между гражданами. В соответствии с идеалами конфуцианства семья представляет собой фундамент общества. В ней царит жесткая иерархия. Во главе семьи находится ее самый старший представитель, чей авторитет опирается на жизненный опыт, мудрость и добродетель. Никто не смеет противиться воле главы семьи, даже если принимаемые решения кажутся неверными. Легендарная золотая черепаха озера Хуан-Кием является основным персонажем единственного в своем роде ритуала Муарой-Нуос, или Театра водяных кукол. Традиция его проведения берет начало в XI столетии. Несмотря на народные корни, со временем при дворе императора ритуал стал считаться высоким искусством. Представление состоит приблизительно из 30 сцен, связанных, как правило, с определенными легендами или историческими событиями. Зрители легко угадывают персонажей. Обычно это народные герои или мифические звери. Торжественные и трогательные фрагменты перемежаются танцами и забавными сценками из повседневной жизни. Некоторые марионетки действительно произведение искусства. Умение управляться с ними – это отдельное мастерство, ведь кукольники не видят своих персонажей и стоят при этом по пояс в воде. В 160 километрах от Ханое, в Танкинском заливе, находится самый удивительный пейзаж Вьетнама. Если сюда доберется массовый туризм, то его главной целью, несомненно, станет бухта Холонг, место, где драконы спустились в море. Лабиринт из необычных скалистых островков возник в доисторические времена как следствие геологических процессов. Но воображение потрясает не научная теория, а легенда, которая звучит приблизительно так. Много лет назад в Вьетнам, сражавшимся против захватчиков с севера, небеса послали в помощь могущественных драконов. Могучие союзники разметали вражескую армию ударами хвостов. Во все стороны летели не только оружие, но и обломки скал. Исполнив свою миссию, драконы погрузились в море, и вода поднялась, заливая образовавшиеся ущелья. На поверхности остались лишь устоявшие под ударами скалы. Но и без этой легенды бухта ассоциируется у вьетнамцев с войной. В этих местах происходило множество сражений с китайцами. Скалистые лабиринты служили и укрытием, и удачным местом для засад. Комфортно среди скалистых стен и затопленных пещер было и пиратам. Стоящие над морем глыбы, подобно волнорезам, принимают на себя первые удары тайфуна. Даже в пик сезона дождей рыбаки чувствуют себя в безопасности, находясь в бухте. Среди почти трех тысяч островков обитаемы лишь некоторые. Зато вокруг них бурлит жизнь. По морю плавают тысячи донок, которые служат одновременно рыбацкими ботами и жилыми домами. Бухта Холонг – это главная туристическая достопримечательность Вьетнама. Не исключено, что через несколько лет она обрастет отелями и пляжами. Главное, чтобы это было не в ущерб гармоничной экосистеме. Уже сегодня защитники окружающей среды обращают внимание на загрязнение прибрежных вод. Районы Хонггай и Байчай растут очень быстро. Уже сейчас они выглядят зачатком будущей метрополии. Будет этот город только промышленным центром или еще и курортам – время покажет. Но пока такой симбиоз представить сложно. От побережья мы движемся в сторону северных возвышенностей. Древние племена Вьетов населяли эти земли недолго. Лучшим местом для жизни была плодородная дельта Красной реки. Ха и Сон – вода и горы. Именно они служат фоном для старейших вьетнамских легенд. Объединившись, они образовали Ха-Сон, что в переводе означает «родина». Горы и возвышенности занимают почти три четверти территории страны и являются наименее заселенной ее частью. По меньшей мере, 10 часов займет путешествие на поезде или на автобусе до долины Сапа – одного из самых холодных мест во Вьетнаме. Столбик термометра опускается здесь до нуля. Бывают и осадки в виде снега. Летом температура достигает 20 градусов. Можно отдохнуть от жары. В ясную погоду во всей красе предстает Фан-Си-Пан – самая высокая горная вершина Вьетнама – 3142 метра. Умеренный климат привлек французских колонизаторов, которые основали в районе Сапа нечто вроде курорта. Сегодня десятитысячный городок переживает второе рождение. Виллы французских чиновников переоборудованы в туристические базы, где останавливаются любители трекинга со всего света. Главным магнитом, притягивающим туристов, является экзотическая девственная природа. Деревушки, населенные горными племенами, также интересуют приезжих. С жителями гор можно познакомиться даже в Сапа, где они бывают по субботам, в базарные дни. В конце рождения, недели здесь случается настоящее столпотворение. Дао, Таи, Меонги. У всех этих народностей разные наряды и обычаи, но их объединяет ежесубботняя торговля. Зачастую это даже и не торговля, а просто натуральный обмен. Уголь за сливы, титан за рисовую водку, поросята за воз цитрусовых. Старшее поколение с недоверием относится к монетам и бумажным деньгам. Самые лучшие клиенты – это, разумеется, туристы. Они без сожаления расстаются с наличными, покупая вышитые скатерти и изготовленные вручную серебряные украшения. КОНЕЦ На гористом севере и на возвышенностях в центральной части страны живут 53 этнические группы, составляющие всего лишь 10% от населения Вьетнама. О некоторых из них можно говорить как о наднациональных, потому что помимо Вьетнама они населяют приграничные регионы Китая, Камбоджи и Лаоса. Большая часть 85-миллионного населения страны – это вьетнамцы. Себя они называют Кинь, то есть жители Низин. Их историческая родина – это дельты Красной реки и реки Меконг. Плодородные прибрежные регионы – это и благословение, и проклятие вьетнамцев. Вода дает жизнь, но когда ее становится слишком много, она несет смертельную опасность. Вьетнамцы сравнивают свою страну с коромыслом, на концах которого висят две корзины риса. Очень образное и точное сравнение. Бассейны Красной реки на севере и Меконга на юге, если посмотреть на карту, напоминают такие корзины. Вытянутая форма страны с малонаселенным центром усложняла ее защиту и провоцировала врагов разделить государство на две части. Видимо, чтобы хоть как-то компенсировать этот недостаток, в 1802 году, перед вторжением французов, столицей был выбран город Хюэ, расположенный в слабом и незащищенном центре страны. Хюэ сохранил красоту и достоинство старой императорской столицы, которой он являлся до 1945 года. 50 тысяч жителей, одна шестая населения города, по-прежнему живет внутри исторической цитадели, чья граница обозначена 11-километровой крепостной стеной. Центром города является крепость в крепости, резиденция императора, до боли напоминающая запретный город в Пекине. Комплекс был заложен точно по оси север-юг. Этот и многие другие факты не случайны и имеют символическое или ритуальное значение. Любопытно, что первый обитатель дворца, император Геа Лонг, пустил в страну христианских миссионеров, но сам остался верен идеям «Конфуцианства». Город Хюэ стал столицей страны в результате многолетних междоусобного конфликта. На севере власть принадлежала роду Чинь, а на юге – роду Нгуэн. В 1771 году вспыхнуло так называемое «Восстание Тайшонов» по названию «Гор Тайшон», во время которого трое братьев Нгуэн свергли правящую династию и основали собственную. Один из ее потомков, Нгуэн Ань, в 1802 году напал на государство Тайшонов под именем Геа Лонг провозгласил себя императором и перенес столицу в город Хюэ. Во дворце высшей гармонии было проведено 13 коронаций. Здесь проходили и другие важные государственные и религиозные церемонии. Архитектура передает утонченность первого императора династии Нгуэн. Геа Лонг ориентировался на великого северного соседа. Он использовал китайскую модель в политике и судопроизводстве. Заботясь о качестве управления Геа Лонг основал в Хюэ национальную академию, целью которой была подготовка чиновников мандаринов. Подобные учреждения, готовившие управляющих, были созданы и в провинции. В этой комнате мандарины готовились к аудиенции императора. Впоследствии вельможи все больше превращались в самонадеянных любителей пышных церемоний и теряли контакт с действительностью. За стенами запретного города свирепствовал голод и недовольство народа достигло угрожающего размаха. Но непонимавшие серьезности ситуации придворные готовили очередную шумную процессию для императора. Проливной дождь и 12 градусов по Цельсию не располагают к прогулке по городу. Но мы рассуждаем по-конфуциански. В ноябре такая погода – нормальное явление. Конфуцианство учит не принимать близко к сердцу даже серьезные повороты судьбы. Когда к берегу причалил первый французский пароход, местный мандарин закрылся в своей библиотеке, чтобы с помощью мудрых книг понять, что делать. Закончив чтение, повелитель решил, что из моря просто выплыл дракон и спокойно вернулся к ранее запланированным делам. Императоры из Хюэ ориентировались на Китай до самой смерти, в буквальном смысле. Так же, как и китайские правители, императоры Вьетнама приказывали строить себе еще при жизни монументальные гробницы неподалеку от города. Неизменным элементом гробниц были стелы, на которых увековечивались свершение, мудрость и героизм императоров. В последний путь монархи отправлялись с достойным кортежем. В загробный мир их сопровождали каменные фигуры мандаринов, а также лошади и слоны. Этот обычай сохранился до нынешних времен. С подобными почестями в 1925 году был похоронен Кай-Дин, марионеточный император, состоявший на службе у Франции. В те времена страна была уже французским протекторатом, поделенным на три административных региона – Танкин на севере, Кохин-Хин на юге и Аннам в центре. Хюэ оставался столицей центрального региона и резиденцией императора, но его могущество было иллюзорным. В Хюэ захоронен Нгуэнзык Тонг, правивший под именем Тыдык, последний император независимого Вьетнама. Именно он, не выдержав внутренних конфликтов, подписал унизительный договор с французами. Тыдык не горел желанием сражаться с захватчиками, и хотя французские отряды занимали город за городом, монарх был озабочен не вооружением и снабжением армии, а поиском художников и скульпторов, которые смогли бы построить ему величественную гробницу. По сохранившимся документам можно воссоздать образ императора, образ инфантильной личности, жившей в иллюзорном мире. Сам правитель считал себя прежде всего выдающимся поэтом-романтиком, и гробница должна была стать памятником его поэтическому гению. Тыдык пожелал, чтобы в усыпальнице был разбит парк с местами для игры в шахматы, рыбные ловли и поэтическими уголками. Самым большим курьезом некрополя был театр. Самовлюбленный правитель мечтал, чтобы на протяжении ста дней после его смерти в гробнице шли представления. На протяжении многих веков вид этих гор вызывал у вьетнамцев беспокойство, особенно когда на склонах появлялись пришельцы с севера. Вплоть до 15 века вдоль этого стратегического перевала пролегала граница между Вьетнамом и королевством Чампа или Тьампа. В 1472 году вьетнамцы ощутили силу и атаковали соседа. Однако разделение государства между двумя родами ослабило его и облегчило захват страны французами. Перевал также обозначает границу иного рода между климатическими зонами. К северу находятся тропики, а к югу — субэкваториальный климат. Покорив королевство Чампа, Вьетнамцы завладели одним из самых важных портов на полуострове — Хайаном. В 16-17 веках через него проходила большая часть товаров, перевозимых по морю из Южной Азии в Европу. К сожалению, постепенное обмеление моря в районе порта привело к тому, что Хайан утратил свое значение и превратился в курорт. Хайан известен как место зарождения современного вьетнамского алфавита — Ци Коок Нгы. Его создателем был иезуитский миссионер 17 века Александр де Рот. Он создал письменность на основе латиницы отчасти и для собственного удобства. Так было легче выучить язык, на котором предстояло проповедовать. Созданная французом письменность в 1918 году была официально признана по всей стране. В 16 веке португальцы открыли здесь свое первое торговое представительство. Они захватили плацдарм, но не смогли его удержать. В скором времени ведущую роль в торговле шелком, пряностями и ценными породами дерева стали играть голландцы, англичане и французы. Японский мост соединяет два старых района города — китайский и японский. Эти две нации стали де-факто основными партнерами и посредниками в контактах с европейскими купцами. Оседая в Хаяне, китайцы создавали закрытые анклавы, не общаясь даже с земляками из других провинций. КОНЕЦ КОНЕЦ Благодаря купцам, приезжавшим со всех концов света, Хаян стал красочным многокультурным городом, притягивающим к себе сегодня тысячи туристов. 16-струнная цитра родом из Китая — самый популярный музыкальный инструмент во Вьетнаме. Необычно звучит и двухструнная разновидность скрипки, на которой играют бамбуковым смычком. КОНЕЦ КОНЕЦ Во Вьетнаме у работников практически любой специальности есть свой профессиональный праздник, а выгоду от этого круглый год получают лишь продавцы цветов. Мы попали на День Учителя. КОНЕЦ В поисках экзотических впечатлений мы выбираемся на местную ярмарку и сразу получаем желаемое. Самое большое впечатление производит количество разновидностей продаваемых фруктов. Большинство из них мы и в глаза не видели, и даже не представляем, как они называются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ярмарка – это место, где не только покупают и продают, но и общаются со знакомыми. Покупатели и продавцы торгуются, уверенно и громко, но всегда вежливо. В порту уже давно не причаливают суда из Кантона или Роттердама, однако для жителей деревень, расположенных вдоль реки Тхубон, Хаян был и остается мегаполисом. Во втором-десятом веках, пока сюда не пришли вьеты, этот портовый город был столицей их самых больших врагов – чамов или тямов. Своё богатство чамы построили на пиратстве. В более поздние века, уже будучи морской державой, они контролировали торговлю в Южно-Китайском море. В 30 километрах от порта Хаян, у подножия горы Хон-Куап, кошачий зуб, разместился духовный центр королевства Чампа – Мишон. Храмовый комплекс, включающий в себя более 70 строений разных эпох, был открыт всего лишь 100 лет назад. Чамы хорошо строили, они изготавливали прочные кирпичи, а в качестве связующего материала, по одной из версий, использовали смолу. К сожалению, памятники значительно пострадали от налетов американских ВВС в ходе Вьетнамской войны. В первые века существования королевства обожествлялись силы природы, способствующие хорошему урожаю. Развитие флота и торговых отношений с Индией принесли в королевство Чампа обычаи могущественных соседей. В королевстве распространился индуизм, хотя часть населения осталась верна анимистическим верованиям. На пике своего могущества королевство Чампа простиралось до Ангкора в Камбодже и дельты Красной реки. После падения Вьетнама в 15 веке часть коренного населения ушла в Камбоджу и некогда сильная держава утратила независимость. Потомки Чаммов образуют сегодня немногочисленные анклавы в дельте реки Меконг. Субтитры создавал DimaTorzok Вода, металл, дерево, огонь и земля. Вьетнамцы называли этот массив «горы пяти стихий». Мраморные горы достигают 100 метров в высоту. Они располагаются между городами Дананг и Хайян. Жители провинции Куангнам из поколения в поколение живут доходами от добычи и продажи ценного сырья. Скульптура и украшения из мрамора – специализация этого региона, хотя здесь работают ремесленники и других специальностей. Как правило, в каждой деревне распространена одна профессия. Есть селение гончаров, столяров, красильщиков шелковых тканей. Субтитры создавал DimaTorzok Мрамор из Куангнама украшает императорские дворцы в Хюе. Однако жители региона больше гордятся тем, что их мрамор был использован при строительстве мавзолея Хо Ши Мина. Работа каменщика приносит приличный доход, и люди этой профессии неохотно допускают в свой цех молодежь. В то же время Вьетнам переживает демографический взрыв, который формирует не лучшую ситуацию на рынке труда. Несмотря на рекордный прирост народного хозяйства, уровень безработицы, если верить официальной статистике, составляет около 20%, а реально может быть и процентов на 10 больше. Особенно тяжело приходится молодым. Считается, что не могут трудоустроиться четверо из 10 школьных выпускников. Это очень много, особенно если учесть, что Вьетнам – страна молодая. Почти половина ее населения родилась после 1975 года. Бороться с безработицей помогают различные международные организации, такие как ЮНИСЕФ. С ее помощью финансируется практика для начинающих столяров. ИХИНИФ. 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 работой, ощущают улучшение условий жизни. Спустя много лет реформы наконец приносят результаты. Больше всего повезло сельскохозяйственным рабочим, ремесленникам и торговцам. Одним словом, тем, кто работает на себя. В худшей ситуации находятся бюджетники. Их зарплаты едва хватает на самое насущное. Субтитры создавал DimaTorzok Один из самых живописных рыбацких портов Вьетнама расположен в городке Ньячанг, возникшем еще во времена королевства Чампа. Маленькие островки защищают порт от ветра и волн и являются приютом для разнообразных представителей флоры и фауны. Водная живность обеспечивает местных рыбаков, а также притягивает туристов, особенно любителей дайвинга. Чудесный подводный мир можно увидеть и на суше, в Национальном институте океанографии. Здесь собрано более 60 тысяч живых и неживых экспонатов, начиная от скелета 18-метрового кашелота и заканчивая удивительной коллекции тропических рыб. Береговая линия Вьетнама составляет целых 3300 километров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В конце периода дождей пляж Нячанг выглядит не так великолепно, как на пике сезона. Но вода настолько теплая, что даже сейчас здесь достаточно любителей плавания и разных водных видов спорта. Аэропорт, построенный еще американцами и разрушенный во время войны, был вновь открыт в 1992 году. С тех пор дела в туризме идут на лад. Как грибы после дождя появляются новые отели и рестораны. Нячанг может предложить приезжим не только райские пляжи и Коралловые острова, но и весьма интересные памятники старины. Такие, как, например, руины 14 колонн, среди которых чамы совершали свои религиозные обряды и жертвоприношения. Главный храм комплекса Пон-Агар, стоящего в священном для чамов месте, достигает 23-метровой высоты. На холме над портом находилось семь или восемь храмов, построенных между VII и XII веками. Из-за нападений малайцев и кхмеров к нашему времени осталось лишь четыре. Над входом в главный храм танцует четырехрукий бог Шива. Внутри его ждет жена Пон-Агар, покровительница чамов. Впрочем, матерью нации Пон-Агар признавали не только чамы, но и вьетнамцы. Характерная картина для южной, гористой части страны – рис, который сушится вдоль дорог. Выращивание риса во Вьетнаме – это нечто большее, чем просто экономическая необходимость. Это традиция, ритуал, философия, почти религия. Бесконечный процесс посевных, пересадки сеянцев, полива и сбора урожая издавна определяет ритм жизни большинства вьетнамцев. Даже время они измеряют злаком – количеством приготовленных мисок риса или длительностью сезона дождей. Вьетнам был и наверняка еще долго останется аграрной страной. Правда, быстро развиваются сферы услуг, промышленность и туризм, но по-прежнему 70% населения живет за счет работы в полях. И позитивные перемены в деревне хорошо видны. Растет производительность труда, есть сдвиги в области охраны растений, строятся новые зернохранилища, на полях появляются современные машины. Климат на юге страны благоприятен для выращивания не только риса, но и сахарного тростника, кофе, чая и каучука. С момента передачи государственных земель крестьянам в долгосрочную аренду рентабельность взращивания этих культур растет год от года. В 90-е годы прошлого века Вьетнам стал крупнейшим в мире экспортером риса и кофе. На этом поле собирают зеленый чай. Еще не на экспорт, но лично для себя крестьяне выращивают клубнику, виноград и овощи. Город Далат расположен на высоте 1475 метров над уровнем моря. Это столица провинции Лам-Донг. Город, который не зря называют «маленьким Парижем», основан колонизаторами в конце XIX века, как курорт для европейских жителей Сайгона. Ассоциации с французской столицей возникают благодаря прежде всего архитектуре города. Правда, колониальные резиденции не ремонтировались на протяжении многих лет и рушатся уже на уровне фундамента. Создавая в далекой стране подобие родины, французы не забывали о мелочах. Они разбили парки в европейском стиле, выкопали искусственные пруды, а пешеходные аллеи засадили розами и камелиями. В результате город очаровал даже последнего императора Вьетнама, который повелел строить в Далате свою летнюю резиденцию. В 30 километрах от Далата находится водопад Лиен Куонг, не единственный, но самый великолепный в этом регионе. С 20-метровой высоты обрушиваются воды реки Даним, чье название переводится как «вода из глаза». Речь, конечно, идет о слезах и древней легенде, которая объясняет происхождение реки. Героями этой романтической истории были Вьянг и Нанг, вьетнамские Ромео и Джульетта, молодые люди родом из враждующих семейств. Влюбленные сбежали от родителей в джунгли, чтобы вместе расстаться с жизнью. В трагический момент их окружило множество диких зверей, плачущих над несчастной судьбой пары. Те слезы и дали начало реке Даним. Когда французы строили Далат, они не подозревали, что сто лет спустя эти романтические пейзажи станут излюбленным местом проведения Медового месяца для молодоженов. Влюбленные пары обязательно посещают Танто, или Озеро Вздохов. Оно расположено в цветущей долине с не менее поэтическим названием Тин-Еу, что означает «долина любви». Субтитры создавал DimaTorzok Основная религия вьетнамцев – это загадочная тема. Да и сами вьетнамцы вряд ли смогут четко определить себя в рамках какой-либо конфессии. Большинство из них, вероятно, назовут себя буддистами. Но если начать углубляться, то те же самые люди честно причислят себя и к последователям конфуцианства, и к адептам даосизма. Во Вьетнаме эти мировоззрения перемешаны как нигде. С наибольшим благоговением вьетнамец склоняется у статуи Будды, но в особо трудные времена обращается и к древним небесным покровителям. В каждом доме, в каждом магазине вы найдете небольшой алтарь. Все уверены, что без культа предков, без поддержки с их стороны, нет смысла думать об успешном будущем. Семья для вьетнамцев – высшая ценность, цепочка поколений, в которой одиночка может быть всего лишь звеном. Во Вьетнаме трудно найти буддийский храм, где бы не почитались и божества даосизма. Это лучше всего иллюстрирует свободу вероисповедания. Но экуменизм и толерантность во вьетнамском варианте имеют свои ограничения. Неписанным правилом, например, является то, что главой государства может стать лишь человек, признающий себя буддистом или неверующий. Даосистские храмы можно найти главным образом в Шолоне, где живет самая большая китайская диаспора Вьетнама. Даосизм, как религиозно-философская система, утверждающая возможность слияния души человека с мировым порядком дао, тоже нашел почитателей среди вьетнамцев. Но они не погружаются в даосизм целиком, а увязывают его истины с практиками и представлениями конфуцианства и буддизма. Храм Тьенхау был построен в начале XIX века. Его посвятили покровительницы рыбаков и моряков. Удары в барабан возвещают о том, что в храм принесли дары и совершили жертвоприношение. Субтитры создавал DimaTorzok что, сжигая деньги, они отправляют нечто вроде денежного перевода. Название Шолон в дословном переводе означает «большой рынок». Этот город насчитывает полмиллиона жителей, что делает его одним из крупнейших городов Вьетнама. В 1976 году его объединили с соседним Сайгоном. Возникшую таким образом агломерацию назвали Хо Ши Мином. В 1859 году, когда был заложен Сайгон, на одноименной реке располагалось примерно 40 деревень, насчитывающих в целом около 40 тысяч жителей. Сегодня в Хо Ши Мине проживает почти 5 миллионов человек. Точное число жителей неизвестно, потому что каждый день сюда приезжают тысячи людей из провинции. Расцвет Сайгона начался в 1862 году, когда Франция сделала его столицей своей колонии Кохинхин. Первые инвестиции французы направили на постройку порта, затем наметили сеть широких транспортных артерий. В 1883 году Сайгон на несколько лет стал резиденцией правительства Индокитая, что дало импульс его динамичному развитию. С 1954 года и до момента объединения страны город являлся столицей Южного Вьетнама. Генерал Тран Хунг Дао, разгромивший в XIII веке Великую монгольскую армию хана Хубилая, придирчиво взирает на поразительные метаморфозы, происходящие в центре города. Статистика подтверждает позитивные перемены. В Сайгоне, где проживает 7% населения страны, производится 1 четвертая всего национального валового продукта. Здесь функционирует 1 треть всех промышленных предприятий Вьетнама и совершается 35% всех торговых сделок. В фешенебельной улице Донг Хой вернули ее прежний колониальный блеск. Не вернули лишь прежнее название – Рюкотина. Самые красивые здания колониальной эпохи, главпочтамт и кафедральный собор, были построены в конце XIX столетия. Собор и сегодня заполнен верующими. Около 6 миллионов вьетнамцев исповедуют католицизм. Легендарный отель «Рекс». Во время Вьетнамской войны здесь ежедневно в 17 часов проходили рабочие совещания командования американской армии. Военные корреспонденты прохладно относились к официальным отчетам штаба, поэтому окрестили их пятичасовой вечерней сказкой для детей. Обязательная фотография в семейном альбоме. Городская ратуша Сайгона и стоящая перед ней статуя отца нации. Интересно, пришелся бы новый Вьетнам с частной собственностью и свободным рынком по вкусу дядюшки Хо. Одно осталось неизменным. В ратуши, как и прежде, заседает Народный комитет. Гибрид социализма с капитализмом пока чувствует себя неплохо. Результаты реформ лучше всего видны в Бен Тан, на самом крупном рынке города. Никогда ранее здесь не было такого изобилия товаров. Настоящие качественные товары из Западной Европы по-прежнему остаются мечтой для большинства жителей Вьетнама. Но сегодня уже у всех хватает денег на еду и средства гигиены. Не каждому по карману одно из любимых азиатских лакомств – фрукт дуриан. Этот деликатес обладает тонким вкусом и резким ароматом. Во многих отелях висят таблички с просьбой не есть дуриан в номерах. Рынок Бен Тан изобилует местными продуктами. Национальное блюдо Вьетнама – суп фо. Как правило, с лапшой и разными добавками. Его можно есть в любое время дня – на завтрак, обед или ужин. Бульон для супа чаще всего готовится из говядины, но вкусен и из свинины, и даже из птицы. Вьетнамская кухня впитала в себя кулинарные традиции китайцев и французских колонизаторов. Возможно, благодаря этому необычному синтезу она считается самой лучшей во всей Азии. После супа фо главным на вьетнамском столе считается, конечно, рис. Его вьетнамское название – ком. Это синоним еды как таковой, как, например, хлеб в России. Дворец независимости в центре Сайгона напоминает о временах, когда в городе располагалось правительство Южного Вьетнама. 30 апреля 1975 года к зданию подошли танки Вьетконга. Это были последние дни Вьетнамской войны, в ходе которой погибли десятки тысяч военнослужащих и почти 2 миллиона гражданских лиц. В военном музее собраны документы, свидетельствующие об 11 годах одного из самых жестоких конфликтов 20-го столетия. Вьетнамская война была следствием многих обстоятельств, но главным можно назвать растущую популярность коммунизма в странах Третьего мира. Именно против этого социального уклада Соединенные Штаты Америки выступили с крестовым походом, и Вьетнам оказался полем битвы. Несмотря на огромное техническое преимущество, использование таких смертоносных видов оружия, как напалм, американская армия не смогла справиться с партизанами Вьетконга. А те даже на юге снискали славу освободителей и защитников. На Вьетнам было сброшено 8 миллионов тонн бомб, почти в 4 раза больше, чем за всю Вторую мировую войну. И несмотря на это, США, могучая, не знавшая проигрыши держава, вынуждена была признать свое поражение. Гаранты мирового порядка и демократии, а именно такую роль отводили себе американцы в начале войны, по мере развития конфликта проявляли себя все более кровавыми и жестокими агрессорами. По окончании войны Вьетнам обнародовал все свидетельства жестокости, выжженные на палмом территории, изуверские пытки пленных, убийства гражданских лиц. Сожженные ядовитыми веществами леса смогли возродиться, но токсичные газы по-прежнему собирают свой урожай. Тысячи вьетнамцев и сегодня страдают от заболеваний, полученных в результате ожогов или отравлений. На свет появляются дети с врожденными дефектами и уродствами. Это результаты травм, полученных их родителями в период войны. Десятки лет спустя свидетельства трагических событий стали своего рода достопримечательностью. В Кучи, что в 30 километрах от Сайгона, можно осмотреть подземные ходы, где прятались партизаны Вьетконга. Эти многоуровневые тоннели вырыты на глубине до 20 метров под землей. Экскурсия дает представление о том, на какие чудеса самоотверженности способны истинные патриоты. Они готовы стать невидимыми, чтобы противостоять хорошо вооруженной и обученной армии. Общая протяженность системы подземных коридоров примерно 250 километров. По ней можно было добраться до центра Сайгона и до соседней Камбоджи. Примерно каждые 15 километров в тоннелях были сделаны хорошо замаскированные вентиляционные отверстия. Под землей находились лазареты, кухни и штабы партизан. У туристов есть возможность попробовать блюда из маниоки, аналогичные тем, которыми питались повстанцы. Дым из подземных кухонь выводился наружу с помощью хитроумного дымохода. Чтобы обмануть натасканных собак, партизаны рассыпали вокруг укрытий острые специи, а на входах ставили смертоносные ловушки. Ку-Чи теперь уже в качестве туристов посещают многие американцы, ветераны Вьетнамской войны. Они отчаянно пытаются избавиться от кошмаров, которые мучают их на протяжении многих лет, или пытаются протянуть руку примирения бывшим врагам. Житницей Вьетнама является дельта реки Меконг на юге страны. Субакваториальный климат и регулярные разливы реки, контролируемые с помощью хитрых оросительных систем, создают идеальные условия для земледелия. Рис является одной из самых требовательных, но и самых щедрых зерновых культур. Его урожайность в 4 раза выше, чем у пшеницы, растущей в подобных условиях. Семена риса высеваются на грядках, а через 2 месяца сеянцы пересаживаются на залитое водой поле. Для возревания риса нужно много воды. Сеянцы должны быть погружены в нее на 5-10 см. При благоприятных условиях урожай можно собирать до 4 раз в год. Еще в конце 80-х годов прошлого века Вьетнаму не хватало риса. Сегодня, благодаря реформам, страна является одним из крупнейших в мире экспортеров этого продукта. 75% вьетнамского риса родом из Дельты Меконга. Рис, идущий на экспорт, проходит специальную обработку. Его очищают, а иногда даже полируют глюкозой, чтобы придать зернам блеск. Чтобы познакомиться с красотами этого региона, лучше всего отправиться в путешествие по каналам на лодке. Здесь же вдоль берегов выращивают сою, кукурузу и сахарный тростник. Вдали от берега простираются рисовые поля, которые защищены от капризов реки ирригационными каналами. Монокультурное возделывание, так истощающее почву, теперь в прошлом. Земле дают возможность отдохнуть, высаживая на ней другие виды растений, главным образом овощи и фруктовые кустарники. Отсюда всего 4000 километров до истоков Меконга в горах Тибета. На территории Вьетнама протяженность этой реки составляет лишь около 200 километров, а 9 рукавов Меконга впадают в Южно-Китайское море. Именно поэтому вьетнамцы называют живительный Меконг рекой девяти драконов. 5000 километров – приблизительная протяженность водных лабиринтов в устье реки. Когда 250 лет назад вьетнамцы пришли сюда с севера, эти болотистые земли населяли кхмеры. Сегодня здесь живет 18 миллионов человек, более одной пятой всего населения страны. Большинство прозябает в самых примитивных бытовых условиях, но голода здесь нет. Жители научились справляться с наводнениями в период дождей, которые прежде отрезали их от мира на долгие недели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Главным источником существования местного населения, помимо сельского хозяйства, является рыболовство. К сожалению, ареалы обитания промысловых рыб катастрофически сокращаются. Вьетнам и Камбоджа неустанно обвиняют друг друга в сложившейся ситуации. Скорее всего, неумеренное рыболовство можно поставить в вину обоим государствам, так же, как и загрязнение прибрежных вод пестицидами, используемыми в сельском хозяйстве. В дельте реки Меконг живет около миллиона кхмеров. Однако они не являются прямыми потомками бывших хозяев этого региона. Они беженцы из соседней Камбоджи, приехавшие сюда в 70-е годы XX века. Другое этническое меньшинство – чамы. Некогда злейших врагов вьетнамцев осталось здесь всего 100 тысяч. В местной школе началась большая перемена. На второй завтрак обязательно будет суп фо. Во Вьетнаме дети получают обязательное бесплатное образование в возрасте от 6 до 11 лет. Несмотря на то, что дельта реки с каждым годом все больше прирастает суши из-за мелеющего моря, земли растущему населению все равно не хватает. На суше стало тесновато, и новые поселки возникают буквально на воде. Музыка 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 Среди плавающих деревень есть и рыбные фермы кхмеров. Высушенная на солнце и хорошо приправленная рыба – деликатес для местного населения. Музыка На воде ведется и торговля. Каждый день в местах пересечения каналов и на набережных немногочисленных городов проходят плавучие ярмарки. Музыка 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 Завтра снова будет битва за бойкое место. Случается, что в дело идут локти и весла. Продается все, чем богаты и щедры земли региона. За исключением рыбы. Ее каждый ловит сам для себя. Музыка 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 Поездка на моторные лодки. до побережья Вунг Тау занимает меньше часа. Здешний пляж – любимое место воскресного отдыха жителей метрополии. Музыка Чтобы избежать ненужных расходов, горожане привозят с собой на пляж все необходимое. У бродячих торговцев нелегкая задача – отдыхающие весьма неохотно достают кошельки. Но обид нет. Уж лучше тяжелая работа, чем никакой. Да и после многих лет курса на коммунизм работа обрела свой главный смысл. Индивидуальный подход позволяет достигнуть хоть какой-нибудь стабильности, а в иных случаях – и обеспеченности. Музыка Конечно, всеобщий оптимизм не может разрешить насущные проблемы. Несмотря на развитие хозяйственного сектора, образованию и здравоохранению не хватает средств, поэтому они находятся в гораздо худших условиях, чем при социализме. Еще одной проблемой является жуткая безработица. Однако трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. Вьетнамцам, прошедшим ужасы войны, нынешние проблемы кажутся пустяковыми. Дядюшка Хо говорил – нет ничего прекраснее свободы. А если при этом ваши дети едят досыто, то до полного счастья уже совсем недалеко. Субтитры создавал DimaTorzok